Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас unit 7, урок 7 по учебнику Murphy, Cambridge. И тема у нас это вопросы в простом настоящем времени. Как они задаются? Давайте вспомним сразу, что у нас такое вопросов вообще, вообще, present simple, что такое present simple, простое в настоящее время. Это обычные повторяющиеся действия, да, то есть, которые происходят сегодня, завтра, послезавтра. Какие-то привычки, какие-то повседневные дела, которые мы на работу ходим каждый день, факты какие-то научные, земля движется вокруг солнца и так далее. Обычные повторяющиеся действия. Ну, вот здесь у нас парень, девушку спрашивает, do you play the guitar? Ты играешь на гитаре? Да, то есть, не сейчас вообще, в данный момент, а вообще, всегда ты играешь на гитаре каждый день. Это у тебя такое хобби. Да, как у нас, вот так, вспомогательный глагол, вот этот do, мы, по сути, из воздуха берем, то есть, это у нас глагол, который мы используем только в вопросе. Ну, еще и в отрицании мы используем, да, на вопросе он ставится перед подлежащим. То есть, вот тут пример, I work, я работаю. Вопрос, do I work, я работаю. We like, нам нравится. Do we like, нам нравится. You do, ты делаешь, ты чем-то занимаешься. Do you do, ты занимаешься чем-то, ты работаешь где-то. They have, они имеют. Do they have, они имеют. He works, он работает. Вопрос, does he work, он работает. She likes, ей нравится. Does she like, ей нравится. It works, например, да, компьютер работает. Does it work, то есть, он работает. Да, обратите внимание, что здесь у нас окончание s в третьем лице единственного числа, то есть, с местоимениями he, she, it, у нас глагол окончание s, да, имеет. Но уже в вопросе, да, когда мы задаем вопрос, то окончание s уже мы убираем, да, его не используют. То есть, просто обычный инфинитив в первой форме. Так, study the word order. Изучите порядок слов. Изучаем порядок слов. В общем, на первом месте у нас ставится глагол do, does, да, потом идет subject, это подлежащее, потом инфинитив. Инфинитив это смысловой глагол, то есть, который мы именно и переводим, потому что do, does мы на русский язык не переводим, когда мы спрашиваем, вопрос задаем. Переводится только у нас, вот, только инфинитив мы переводим. Когда мы говорим do you play the guitar, ты играешь на гитаре, переводим только play. Do не переводится, просто он используется, чтобы вопрос задать, это глагол помощник. Do your parents live near here? Твои друзья живут поблизости отсюда? Does Chris work on Sundays? Крис работает по воскресеньям. Does it rain a lot here? Интонацию немножко переводил. Дождь льет много здесь? Where do your parents live? Где твои родители проживают? How often do you wash your hair? Как часто ты моешь свои волосы? What does this word mean? Что это слово означает? Да, кстати, это очень такая полезная фраза, на самом деле, вы ее, ну, вам нужно будет заучить, потому что если при общении с иностранцами вы услышите какое-то незнакомое слово, то эта фраза вам как раз поможет проясниться. What does this word mean? Что это слово означает? Почему мы здесь does использовали? Потому что this word, это какие вместо имени можно заменить? It, да, поэтому мы используем does. То есть he, she, it, да, мы используем does. How much does it cost to fly to Rome? Сколько это стоит полететь в Рим? Questions with always and usually. С этими наречиями, эти наречия мы ставим между подлежащим и смысловым глаголом. То есть вот такая конструкция. Does Chris always work on Sundays? Chris всегда работает по воскресеньям? What do you usually do at weekends? Чем ты обычно занимаешься по выходным? Да, нужно запомнить, да, что вот always и usually, они ставятся у нас между подлежащим и смысловым глаголом, инфинитивом. Такая вот интересная фраза. What do you do? Чем ты занимаешься? То есть это означает, what's your job? Какая у вас работа, специальность? То есть если вам задает вопрос, what do you do? То вы можете ответить, вот, I work in a bank. Ну, как я не знаю, какая у вас работа, да, ну, это означает, what's your job? How do you do? Это я вас приветствую, да. Кстати, многие ученики, когда приходят ко мне, они не знают, как переводится фраза, how do you do. Когда мы первый раз человека видим, да, в жизни, мы говорим, how do you do? То есть это означает, я вас приветствую. И обычно люди отвечают так же, how do you do? Да, а если мы второй раз видим уже человека, то мы говорим, hi, hello, how are you? Ну, тогда мы отвечаем, I'm fine, thanks, I'm very well. А вот, what do you do, да, это означает, какая у вас работа. Так, remember, запомните, значит, с вместоимениями I, we, you, they мы используем do, то есть do they like music, им нравится музыка? А с вместоимениями третьего лица в единственном числе мы используем вспомогательный глагол does. Does he like music? Ему нравится музыка? И short answers, короткие ответы. Чтобы нам отвечать полностью, мы можем сказать так, точнее, чтобы нам не полностью отвечать, мы говорим так, Yes, I do, yes, you do, yes, we do, или yes, he does, yes, she does, yes, it does, no, I don't, no, we don't, no, you don't, no, they don't, no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't, например, да. То есть, в примере, do you play the guitar? Вы играете на гитаре? No, I don't. То есть, человек мог сказать, ну, no, I don't play the guitar. Или просто кратко, no, I don't. Do your parents speak English? Твои родители разговаривают по-английски? Yes, they do. Да, они говорят. То есть, мы могли бы сказать, yes, my parents speak English. Или просто коротко, yes, they do. На самом деле, это эти краткие вопросы, краткие ответы, они очень упрощают жизнь, и в разговорной речи все говорят именно так. Does James work hard? Джеймс работает усердно? Yes, he does. Да, он трудится хорошо, усердно. Does your sister live in London? Твоя сестра проживает в Лондоне? No, she doesn't. Не, она там не живет. Она не живет. Так, у вас есть упражнение опять, exercises, да, 7.1. Первое упражнение. Write questions with do and does. То есть, напишите вопросы с do или does. Вот первый пример. I like chocolate. То есть, мне нравится шоколад. How about you? Как насчет тебя? Do you like chocolate? Тебе нравится шоколад? И дальше, в этом же ключе, вы делаете дальше упражнение здесь. 7.2. Второе упражнение. Make questions from these words. Составьте вопросы из этих слов. Плюс, плюс, используйте вспомогательные глаголы. Ну и всего два. Точнее, один, просто does, это форма, да, в третьем лице. Put the words in the right order. Поставьте слова в правильном порядке. Ну вот, если они в перемешку у вас опять написаны, нужно их будет написать правильно. Where do your parents live? Где твои родители проживают? Do you always get up early? Ты всегда поднимаешься рано? Так, дальше у нас делать упражнение, да, здесь. В конце учебника есть ответы, вы, если что, проверяете, потом анализируете ошибки. Затеркиваете там, где неправильно, ставите знак вопроса. И потом можно будет переделать еще раз, чтобы уяснить, понять, чтобы потом в эти ошибки, опять на эти грабли не наступать в первый раз. Так, 7.3, третье упражнение. Complete the questions. Завершите вопросы. Use these verbs. Используйте эти глаголы. Если у нас парень спрашивает девушку, и она уже отвечает ему на его вопросы, вам нужно будет задать вопрос при помощи этих глаголов. Тут у нас do, уже использовался один раз. Второй раз мы должны использовать do. Enjoy, радоваться, наслаждаться. Go, идти, like, нравится. Start, начинать teach, преподавать. И work, работать. Вот первый вопрос. What do you do? Он ее спрашивает. Она говорит, I work in a bookshop, да, я работаю в книжном магазине. И так далее. Задайте вопросы, да, этой девушке. Так, и 7.4, четвертое упражнение. Write short answers. Напишите короткие ответы. То есть, yes, he does. No, I don't. И так далее. Ну, например, do you watch TV a lot? Вы смотрите телевизор много. Вы отвечаете, no, I don't. Или yes, I do. То есть, ну, если смотрите, то говорите, yes, I do. Так, всего доброго. На сегодня у нас все. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...